Солнышко, красота! Мороз, правда, 19 градусов. Здравствуйте, мои дорогие! Вот. А я еду забирать. Мне привезли из области посылку. Ну, просто ее почтой не стали отправлять. Вот. Передали через Иру. Вот. И передала мне ее Ирина, дочка. Галя великородная. Ой, я ее знаю. Совсем она еще. Масенькая была, не знаю ей. Сколько было, года полтора, может быть. Теперь-то она взрослая уже женщина. Вот так что сейчас съезжу, заберу. И вам покажу, что мне передали. О, деревья-то какие. Ой, снега уже сколько нас грибали. Ай, да, 19 градусов. Не жарко, прям скажем. Сейчас пойдем сумку разбирать. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Давно мне никто не присылал посылок. И ничего не передавали мне. А сегодня мне передали целую сумку. Мне так любопытно, но я держалась, не стала смотреть. Думаю, что надо же по-честному. Что вот, господи, чего вот? Вот что, да? Заклинило. Вспоминаю, я же говорила, пока по улице шла, что это передала для меня галочка великородная. Вот. Огромное ей спасибо. Либо сейчас посмотрим, что там. Ой. Шарфы. Они широкие. О, это можно два шарфа сделать. И этот тоже широкий. Ой, этот какой широкий. Ой, спасибо, галка. Буду шарфы делать. У меня, правда, я те сделанные никак не отправлю. Но это, девочки, у меня пока проблема. Я, конечно, постараюсь в понедельник что-нибудь отправить. Какой интересный. Просто у меня документы на прописке. И мне для этого надо брать Иру с собой. Вот. А Иру укусил кот за ногу. Огромный ее, котяра. И укусил так, что у нее температура, и она на работу не ходит и сидит дома. Поэтому, ну, не как мне вот. Спасибо, галка, за шарфы огромные. Ой. Матери божья. Девчонки. Представляете? Это же шерстяные нитки. Обалдеть. Не нужны, раз взяли и выкинули. Представляете, нитки-то какие. У меня все время дети надо мной смеялись, что я ничего не выбрасываю. А я вот давно для себя поняла, что мы так, простите за грубость, засрали нашу землю, матушку. Так что раз, не надо, выбросили. А вы попробуйте вторую жизнь дать. Тем же бусинкам. Или вам не надо, отдайте тем, кто вяжет. Найдите. Теперь с интернетом нет проблем. Никаких. Спасибо, Галка. Ой. Целое богачество. Ой-ой-ой. Ох, а тут... Ну что, начнем разглядывать. Прямо мне вот эта коробочка манит прям. Так. Ой, у меня такие тоже бусы есть. Такие. Вот смотрите, они такие вот. Ну, понятно, что это пластик, но... Ну, вот... Ну... Ну... Где он? О! Так. Ай, буду вам показывать. Так. Так. Так, у меня были наподобие таких гусен. Ага. О, они тут и побольше, и поменьше. Менькие хорошие. Так. Ой, мне, кстати, кто-то писали, девчонки. И браслет сделать, как вот были у меня бусы цвета меда. О, есть что теперь добавить. Так. Ты не знаешь, за что их хвататься-то. А, ну вот это я знаю, это мне Иринка говорила, что она мне купила томаты черный мавр. Вот весной поеду. В Крым. Посажу. Я таких ни разу не сажала еще. Спасибо, Ируся. Бедная, искусанная подружка. Так. Угу. Ну, этих только нету. Так. Так, девочки, это черный бисер. Черный бисер там. Это тоже черный бисер. Цепь. Вон, какая. Брутальная. А это что? Не вижу сосликов. Ой, а это цепочки черные. Угу. Ну, тоже не выбрасывала у меня. Есть тоже черные фурнитуры. Но немного, только надо посмотреть. застежка-то. Есть хлеб. Как-то мне вот не нравится все. Вот так. О! О! Ох, какая штука! Ну, это... Это понятно так. О, какая! Видите, металл какой черный. А чего? Это же коннекторы. Тоже можно куда-то их пустить. Такие штучки. Ох, ты! Вот бисерок какой пакет. Ой, Галка. Ох, молодец. Ну, вот человек не выкидывает ничего. Ага. Тоже бисер. Вот эти для меня прям. Так, а как он открывается? Угу. Интересный пакет. Но он никак не открывается. Вот это да. Да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Я неправильно эту штуку засовываю. Ну, резать жалко. Ну, ладно. Вот это да. Ой, тут тоже всякие. Всякие, всякие. Может мне вот эту крышечку взять? О! Угу. Так, цепочки всякие разные. Так, вот эти вот штучки. Браслет между бусинами. И подвесить что-то. Надо будет сделать браслетик такой. Угу. Шапочки. Ну, это вот окончание браслетов в основном. Для шнуров, для всякого. Угу. Сижу неудобно прям тут. Так. Так, еще что вот хотела сказать, лапоньки мои. Вот там уже писали мне, что реклама у меня там пошла. Вот, ну, людям это не нравится. Я вас прекрасно понимаю. Сама терпеть не могу. Ну, что делать? Когда набирается определенное количество подписчиков, подключается реклама. Деваться некуда. Платят за это копейки. Вот серьезно вам говорю, просто копейки. Восемь центов. Сколько это? Восемь центов. Ой, сейчас даже не соброжу. В общем, короче, восемь центов за тысячу просмотренных реклам. Кто вот их включил и просмотрел, а не просто выключил. Вы сами посчитайте. Это просто копейки. Но когда будет больше подписчиков, ну, будет чуть-чуть побольше какие-то суммы. Ну, благодаря этому можно оборудование какое-то купить, которое, собственно, денег стоит. Ну, и значит, и видео лучше делать. Ну, как? Сейчас без рекламы никуда. Да. Когда было мало подписчиков, рекламы не было. Что делать? Ой. Ой. Всякие, всякие, всякие. Пластмассивенькие всякие бусинки. Я вот пластмассу не люблю делать. Ну, у меня есть, но совсем мало из пластика. Но иногда прям вот куда-то просится что-то вставить. Ой, господи, а это что такое? А, это вот в баночке бисер от чего. С ума сойти. Это типа, наверное, вот эти бисерные деревья. Это бисерные грибы. Да, вот кто чем только не занимается. Да. Еще бисер. Бывает, тут еще его. Вот тут. Тут закуток. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучше извините, что все шуршит, все в пакетах. О, какие. Так, еще вот такие. Обалдеть. Новые пакеты. Галка, откуда ты их набрала? Вот так вот. Самой надоело это шуршание пакетов. Так. Угу. Вот какой еще бисер. Вот. Так. Вот еще. Короче говоря, для кого-то мусор, а для кого-то это нужная вещь. А вот это что такое? Ой, да. Ой, было бы это стекло. А это пластик, бусины. Бусины с двумя дырочками. Смотрите, вот такие вот. Я говорю, было бы стекло. Ну, хотя можно, может быть, и пластик куда-то посмотреть. Ну, пластик, вы видите, что это пластик. Я вот поэтому его и не люблю. Вот. Все такие штуки. Тоже пластик. Да, было бы стекло или камень, цены бы не было. Ну, конечно, да, нитками, шарфами. А, ну, это вот такие тоже пластиковые штучки. Клеются куда-нибудь. Так, ну что, надо мне этот пакет разрезать. Сейчас, мои хорошие. Ой. Так. И еще что хотела вам сказать, мои хорошие. Те, кто меня смотрит постоянно, знают, что я давным-давно вообще не говорю, что подписывайтесь там, ставьте лайки. Но со временем я поняла, что говорить надо. Потому что и просмотры падают, и подписчиков не столько, сколько вообще должно было бы быть. По идее, вот так вот. Вот. Вот тут чего только нет. Блогер, это же работа, мы же работаем, и для нас это очень важно. Ой, какая штучка под янтарь. Чтобы понимать, нужна твоя работа кому-то, или ты все зазря делаешь, ведь какой-то результат должен быть. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь и лайки ставьте. Потому что лайки помогают потом проще найти мои видео. Видите, всякая красота. Здесь вот такого камушка нет, надо приклеить. Сейчас вот я посмотрю, у меня стразики-то есть, если вот клей есть у меня еще или нет. Можно приклеить, сделать. Так что мои золотые, все это очень важно. Для вас это секундное дело, для нас это показатель в работе. Понимаете? Ой. Ой, ой, ой. Угу. Вот видите, половина бус. То ли они вот так тут переплетались, потому что половина застежки. Какие благородные. Ну вот что, это же праздник какой-то. Мои хорошие. Праздник прям какой-то для меня. Вообще, вы заметили, я сегодня первый раз серьги одела. Даже губы немножко розеньким, бледненьким накрасила. Ну что я хочу сказать. Поразила, конечно, галка-то меня нитками в самое сердце. Просто. Спасибо огромное тебе. С этим совсем я разберусь. Что совсем не годится, то не годится. А то, что годится, все пойдет в дело. Вот. Так что огромное тебе спасибо, девочка моя. За шарфы отдельное спасибо. Сейчас у меня все наладится, и я вышлю девочкам там, что у меня заказывали, кто подтвердит свой заказ. Ну вот, отправлю. Отправлю. Так что... Будем работать. Делать. Снимать. Выкладывать видео. Другому я уже не могу. Вот. А делаю я что-то каждый день. У меня практически не бывает так, чтобы я ничего не делала. Что такое человек? Уже по-другому жить не можешь. Вот. Так что спасибо вам, мои золотые, всем за внимание. Галки за подарки. И вот прям честно вам скажу, как это приятно. Получать посылки, передачки. Очень приятно. А самое главное приятно то, что человек мог выбросить просто. А человек помнит, что есть такая женщина, которой можно все это отправить. И все это в помойку не пойдет. А пойдет в дело. Вот за это огромное-огромное спасибо. Спасибо. Так. Ну и что еще? Что я еще хотела сказать? А что? Не болейте. Живите счастливо. Берегите друг друга, мои хорошие. Жизнь штука такая, нелегкая. Давайте не будем ее усложнять друг другу. Хорошо. Я вас люблю. Пока-пока, мои хорошие. Давай. Пока-пока. Продолжение следует...